Друзья, приветствую! Один из зрителей, Александр, поделился результатами лабораторного анализа масла Extreme AMG VRS 0530 GTI. Это среднезольное масло C3 с допуском Volkswagen 504-507. Используется также Volkswagen Tiguan 2019 года с мотором 1.4 TSI, турбобензин, объем масляной системы 4 литра, общий пробег автомобиля около 47 тысяч километров, пробег на масле около 9 тысяч километров, 325 моточасов при средней скорости 27 км в час. Топливо используется Gazprom Nefz 100, бензин и изредка Lukoil. Эксплуатировалось масло с июля 2022 по апрель 2023 года. Так, вот результат, анализ свежего масла. Это анализ 2022 года. В 2023 году рецептура немного изменилась. Так, значит, износа, понятно, здесь нет, все нули. Элементы присадок. Есть немного молебдена 150, 475 бора, 10 магния. Магния это в составе комплексной присадки. Кальция 1700, 750 фосфора, 850 цинка. Видно, что по показателям, что это среднезольное масло. Немного кремния. Как противопенная присадка, вода, гликоль, сажа отсутствуют. Значение топлива – это значение, которое выдал спектрометр. По-хорошему здесь должны быть нули. Обратите внимание на окисление. Почти 62 единицы. В обычных маслах до 10. Это говорит о высоком содержании эстеров. То есть, похоже, что здесь 10% эстеров. Минус 60. Температура застывания. Видно, что это ПАУ. Два значения по холодной прокрутке. Не вижу смысла указывать значение для пятерки. Если масло соответствует нулевке, то так и пишите 0,30. Щелочное число 7,66. Это по ГОСТу для свежего. И вот у меня скепсис вызывает 1,67. Значение кислотного. Мне кажется, оно занижено. Даже с учетом такого окисления высокого. Это взаимосвязанные факторы. И вот посмотрите результаты анализа масла 2023 года. 2,19 кислотное. При том, что эстеров здесь в два раза меньше. 5%. Вот это, мне кажется, наиболее объективные данные. Ну и давайте посмотрим, что произошло с отработкой. Сейчас я вам увеличу. Так, здесь немножко железа. 8 единиц. Немного меди, алюминия, никеля. Ну, в общем-то, ничего криминального. Минимальный, минимальный, значит, износ. Ну, зимой вполне, вполне возможен на морозе. Такие значения. По присадочному пакету все то же самое. Видите, тут, правда, бора чуть поменьше стало и побольше магния. Ну, это, видимо, нюансы рецептуры. Чуть-чуть больше кремния, песочек, калий. Это, скорее всего, дорожная соль, которую дороги посыпают зимой. Гликоль, вода, сажа отсутствует. Окисление выросло незначительно на 1,4. Значит, по сравнению с нитрованием, ну, на мой взгляд, должно было вырасти значительно больше. Но здесь, видите, заниженный показатель. Содержание топлива 1,34% для зимней эксплуатации абсолютно нормальный. Масло чуть-чуть просело по вязкости, разжижилось. Ну, понятно, что топливо попадает. И здесь самое, конечно, важное. Это вот щелочное 3,29% выглядит как бы правдоподобно. А вот значение кислотного – это вообще 1,38%. Это мало того, что это значение ниже, чем в свежем. Такое значение 1,38% – это шикарный результат для любого свежего масла. Очень низкое значение. Здесь явно неправильные показания. На мой взгляд, вот после 300 моточасов, даже учитывая, что это ПАО, должно быть примерно в районе 3 единиц кислотное здесь. Поэтому из-за таких результатов я даже не буду использовать эти данные. Сделаю прогноз только на основании щелочного числа. Так, значит, с анализами закончен. Давайте посмотрим, что получилось по прогнозу. Вот такой прогноз. Значит, свежее. ГОСТом для свежего был щелочное 7,66%. Я перевел в ГОСТ для отработки, ну, для единообразия. И у меня получилось 6,8% щелочное. Значит, больше, чем в два раза упало. 3,29%. Ну, и вот получился прогноз по моточасам. Это 346 моточасов и 9,5 тысяч километров. По оксидам азота вопросов нет. Мотор отлично работает. Больше 1000 моточасов. По вязкости тоже, как бы, проблем нет. Но, кстати, на этом масле машина проехала больше 5000 километров, 5200 примерно по трассе. То есть, здесь большая часть пробега, больше половины пробега – трассовый пробег. Вот. Значит, что по заниженному кислотному? Я уже сталкивался с этим и говорил неоднократно. Я замечал такую ситуацию, что, значит, если пробу взять неправильно, то есть, если заглушить мотор и дать какое-то время ему постоять, масло с большим содержанием эстеров как будто бы как расслаиваются. И если предположить, что это верно, да, кстати, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Если предположение мое верно, то в отработке эстеров меньше, чем в свежем. Соответственно, значения кислотного заниженные, а значения щелочного завышенные. То есть, вполне вероятно, с большой долей вероятности, я бы сказал, что здесь значения завышенные щелочного. В этом автомобиле, это масло, я, честно говоря, не стал бы катать больше 300 моточасов. Вот такая моя теория, я неоднократно с ней сталкивался. Вот. Поэтому другого объяснения у меня, скажем так, нет. Вот такое получилось видео. Благодарю Александра за предоставленные образцы. Всем, кто посмотрел данное видео, спасибо. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.